Это Медуза. Привет. Чуть после голосования, в смысле президентских выборов, на которых, безусловно, победил Путин, а как иначе происходили бои с участием, как заявляется РДК, русского добровольческого корпуса писали про «Легион Свободная Россия» тоже. Это все бренды внутри ВСУ. Постулируется, что в этих соединениях служат русские, российские добровольцы. Направления их диверсионных вылазок были следующими. Ну, собственно, Белгородское приграничье и Курское, село Теткино, например. Плюс были удары дронов, и многие недели они уже продолжаются на более далекие расстояния, чем Белгородчина, включая Энгельс, например. Например, недавно там аэродром военной авиации, и это, если кто-то забыл, через Волгу от Саратова риторика по поводу всего этого. Следующая пресс-конференцию можно, например, посмотреть, которая была в Киеве. Там представители РДК говорили, что, ну, во-первых, Белгород обстреливается в ответ на обстрел Киева, ну и вообще у Казаука. Во-вторых, у нас есть цели военные – оттянуть силы РФ. То, что они тратят на удары по российской территории, не будет использовано на территории Украины. Точно не сказать, сколько силы вооружений было отвлечено, но, тем не менее, логика у нас такая. И, то есть, в главном, наша цель – помогать ВСУ, а более далекая цель – свергнуть режим Путина военным путем. Москва, в общем-то, отвечает на это своей риторикой, заявляет о террористических методах, которые используются неонацистами из Киева. РФ, дескать, по мирным городам и невоенным целям не бьет. Правда в том, что бьют, конечно, и в ответ на Белгород тоже снова били по Киеву, например. Также Путин это сказал прямо перед ФСБшниками. Этих предателей, воюющих за Украину, будем уничтожать без срока давности. Тут, дорогой Митя, сразу много тезисов и про отвлечение сил, и про цели, какие они, и про террористические методы. Надо все это будет разобрать. Но сперва можешь описать масштаб ударов по международно признанной территории РФ силами ВСУ, как ты это видишь? Ну, если говорить про обстрелы и про использование дронов по целям глубоко внутри общепризнанной территории России, то мы видим, конечно, интенсификацию и того, и другого. Наверное, самые интенсивные обстрелы за все время войны приграничных областей. И да, растет количество ударов дронами. Целями являются в основном аэродромы. Первое, здесь, если говорить про эти чисто военные цели, успехи у ВСУ не очень велики, поскольку, ну да, за два года войны удалось улучшить противовоздушную оборону военных объектов. Второй целью являются объекты нефтяной промышленности. Здесь, как мы видели, удары дронами были намного более эффективными. Естественно, прикрыть всю территорию России. Командование ВС РФ не может, поэтому Украина продолжает искать цели, которые можно просить. Если говорить про боевые действия на земле, в приграничье, то это все-таки, по сравнению с тем, что происходит на территории Украины, это боевые действия низкой интенсивности. Все, конечно, относительно. Если сравнивать с прошлогодним аналогичным эпизодом, когда те же самые действующие лица в том же самом месте, в том же Грай-Вороне и в этом районе, в мае 2023 года предприняли попытку перенести действия на общепризнанную территорию России, то кажется, что сил задействовано больше со стороны Украины и со стороны России. Но цель тогда ставилась точно такая же – отвлечь российские войска от боевых действий на территории Украины. И тогда эта цель была достигнута. И сейчас мы видим, что этих сил, судя по всему, достаточно для того, чтобы эти набеги отразить. Поэтому дважды достичь ту же самую цель вряд ли получится. То есть мы видим, что в боевых действиях со стороны России принимают участие силы, которые находятся там с прошлого года. Там построено укрепление, там есть силы спецназа, резервные полки из мобилизованных и даже срочников. Напомню, что в прошлом году силам, которые… Давай будем называть их силам главного управления разведки Украины, потому что все отряды, которые участвуют в этих боях, насколько можно судить, подчиняются именно главному управлению разведки. Вот эти отряды в прошлом году дошли до самого города Грай-Ворон, захватили несколько окрестных сел. В этом году ничего подобного пока, по крайней мере, достичь не удалось. Можно я тебя расспрошу отдельно про удары с воздуха дронами? Ты сказал про второстепенные цели. То есть первое – военные аэропорты, вторая цель – это нефтяная инфраструктура, нефтехранилища и нефтеперерабатывающие предприятия. Тут какой смысл? Про это довольно много, понятно, пишут, но тем не менее интересно твое мнение. Кажется, здесь логика общего истощения, общей нагрузки на ПВО Российской Федерации, во-первых. А во-вторых, ну да, нашли чувствительное место с точки зрения военной логистики и с точки зрения гражданской экономики. Ну, я бы ограничился первым пунктом, да, это попытка оттянуть с фронта силы ПВО, попытка заставить тратить ресурсы на оборону объектов инфраструктуры на территории России. Экономический ущерб оценить сложно, но надо понимать, что прекратить работу нефтяной промышленности России таким нарядом сил невозможно. Это большие заводы, там есть дублирование. В принципе, они строились из расчета, чтобы они могут быть нанесены на удары. И для того, чтобы вывести из строя нефтепереработку, нужно с большей интенсивностью продолжительный срок эти удары наносить. Пока мы видим единичные успешные удары, но если говорить про то, что ВСУ заставляет Россию тратить на эти ресурсы, да, так оно и есть. Значительные силы ПВО отвлечены на оборону общепризнанной территории России. В этом смысле можно сказать, что эти удары достигают успеха. Мы знаем публично озвученные планы интенсифицировать эти удары. Они озвучены и президентом Зеленским, и военным руководством. Следует ожидать, что эти удары продолжатся, и они будут интенсивнее. Какой эффект это дает? Ну, то есть, отвлекли силы противовоздушной обороны Российской Федерации. Это значит, что каких-то установок не будет на фронте, и будет проще использовать что, как у ворот дроны, например? Надо понимать, что задействовано в этой обороне как дальнобойное ПВО, в основном границы, то есть это С-300, С-400 комплексы, а также входящие в эти комплексы радиолокационной установки, а также объекты ВПВО, то есть это ПВО ближнего действия, собственно, задействованы на охрану объектов. И те, и другие комплексы могли бы использоваться на фронте, а в результате используются в другом месте. Также надо понимать, что при отражении атак используются боеприпасы, они тоже не бесконечны, то есть ракеты-перехватчики. В этом смысле можно понять военный смысл всех этих операций. Вторая часть, ну да, она психологическая, то, что удары по Украине не остаются без ответа, но это вещь для внутреннего употребления в основном. Для общества Украины, естественно, это важная составляющая. В этом смысле похоже на войну городов во время Ирана и Иракской войны. Там тоже военного смысла было не очень много, но при этом годами продолжались эти взаимные удары, и обе стороны следили за тем, чтобы в этих ударах наблюдался паритет. В этом смысле Украина впервые приблизилась к тому, чтобы что-то похожее на паритет в этих ударах было. Прости, я про ПВО еще уточню. Ну то есть можно ли сказать, что буквально отвлекли силы вот здесь, этими ударами украинские вооруженные силы, и это значит, что Россия на фронте не смогла сделать вот то-то? Или так не скажешь? Тут есть просто более общий контекст. Пока так сказать нельзя. Все это случается не единомоментно. Для того, чтобы такие операции имели успех, их нужно проводить долго, планомерно, и продолжать это делать месяцами. В этом смысле можно посмотреть на эффект российских ударов, которые начались еще осенью 2022 года. Удары по гражданской инфраструктуре и военной. И просто по городам Украины. Это привело к кризису украинского ПВО. Западу пришлось срочно поставлять комплексы, для того, чтобы Украина имела возможность оборонять, по крайней мере, важные объекты. По крайней мере, в Киеве и в других крупных городах. Этот кризис продолжился после того, как Россия интенсифицировала удары осенью 2023 года. Пришлось из-за дефицита боеприпасов, и, собственно говоря, из-за дефицита самих комплексов ПВО, пришлось создать программу под названием «Франкинсэм» с адаптацией запасов советского ПВО, которые у Украины еще остались, к западным боеприпасам. Потому что боеприпасы советские найти уже за пределами России тяжело. Все эти сложные программы продолжаются. Нельзя сказать, что при этом Украина может прикрыть все объекты. По-прежнему дефицит наблюдается. И да, в основном он достигнут именно за счет ударов, которые много месяцев России наносят по территории Украины. При этом военный эффект невелик от этих ударов. Если вернуться к боевым действиям на границе международно признанной территории Российской Федерации, то какой в этом смысл? С точки зрения отвлечения, опять же, войск и вооружений, в целом ресурсов с фронта, насколько это важно? Ну, как я уже сказал, эта цель, которая сейчас заявляется, она была достигнута. Довольно крупные силы расположены вдоль границы. Понятно, что полностью прикрыть границу так, чтобы муха не пролетела невозможно. Там под 700 километров. От границы около Купенска и до, называется, монумент Три сестры на границе России, Белоруссии и Украины. 700 километров. Это сравнимо с всем фронтом в Донбассе. При этом, конечно, и та, и другая страна задействуют там намного более скромные силы, чем действуют на территории Украины. Вся эта борьба носит характер рейдов, то, что называется диверсионно-разведывательный групп, иногда усиленных бронетехникой. Довольно быстро выяснилось в этот раз, что использовать бронетехнику затруднительно, просто потому, что Россия создала то, что российское командование называет разведывательно-ударными комплексами. То есть это разведка дронами, и есть средства поражения, артиллерия, противотанковые, ракетные комплексы, дроны, камикадзе и так далее. Поэтому в последние дни мы видим, что это небольшие отряды Главного управления разведки Украины пытаются пересечь границу, занять жилую застройку нескольких сел, которые находятся прямо непосредственно около границы. И в советское время еще были части одного большого села, которое находится на территории двух советских республик. Теперь это два разных населенных пункта воюющих государств, но, тем не менее, перейти границу там несложно, пользуясь тем, что можно подойти по жилой застройке или по лесам непосредственно границ, перейти ее. Как я уже сказал, силы задействованы не самые большие, поэтому перейти границу можно, а вот закрепиться или пойти дальше, как мы видим, затруднительно в этот раз. Ты наверняка тоже видел эти ролики, видеосвидетельства того, как идут бои. Понятно, что каждый из сторон по-своему их трактует. Но что-то можно сказать о потерях? Чего стоит РДК и вот этим соединением, связанным с украинскими силами, эти вылазки? Ну, как я уже сказал, в первые эпизоды эти отряды использовали бронетехнику, в том числе танки, в том числе дефицитные инженерные машины, которых ВСУ не хватает на других участках, как мы знаем. И значительная часть этой бронетехники была потеряна в первые же дни боев, что вызвало неоднозначную реакцию как в самой Украине, так и на Западе. Есть представление о том, почти консенсусное, что эти ресурсы тратятся неэффективно, могли быть потрачены на других участках фронта, где продолжается кризис для ВСУ, связанный с российским наступлением. Меньше мы знаем про потери в личном составе. Если говорить про относительные, то есть про потери к составу участников, они велики и для этих отрядов Главного управления разведки Украины, и для обороняющих приграничных сел российских сил. Связано это с тем, что обе стороны активно используют артиллерию, а также дроны камикадзе. Но мы видим это на других участках фронта, скажем так, уничтожать ресурсы, как личный состав, так и бронетехнику, обе стороны научились хорошо. Естественно, никаких численных показателей мы не знаем, но можно почитать заявления сторон, там речь будет идти про тысячи. Думаю, что на самом деле потери на порядок меньше. То есть речь идет про сотни человек. Я понимаю, что это общее теоретическое рассуждение, но тем не менее, когда в тылу или близко к тылу противника есть диверсионная деятельность или партизанская деятельность, что, в общем, наверное, суть одной и той же, кажется, с точки зрения военной теории, считается успешным, если затраченные тобой ресурсы равны примерно тем же силам, которые ты связываешь. Если ты можешь связать или ухудшить положение противника больше, большее количество его ресурсов связать, чем, собственно, и задействовал, это суперуспешная операция. Здесь мы что видим, и верно ли вот это общетеоретическое рассуждение? Там просто кажется логика в том, что когда ты открываешь вот этот второй, да, как бы фронт в тылу, ты таким образом еще осложняешь жизнь командования и общую логистику нарушаешь, это приводит к каким-то кумулятивным в теории потерям. Что ты про это думаешь? И с этой точки зрения, насколько успешной можно счесть деятельность ВСУ, командования, ну и, собственно, главного разведывательного управления Украины? Тут несколько аспектов. С одной стороны, как я уже сказал, Россия давно уже, уже почти год прошел, Россия укрепила границу, разместила на границе силы. При этом эти силы, скажем так, в промежутках между интенсификацией боев на границе, их можно назвать резервными частями, которые задействованы в ротации войск, которые действуют на северо-востоке Украины. То есть части из-под того же Купенска выводятся периодически на отдых и пополнение в приграничной области, а сейчас вот когда произошла интенсификация боевых действий на границе, они же задействованы в обороне. С другой стороны, Россия задействует ценные ресурсы, про ПВО мы с тобой сказали, но сейчас можно видеть, что одно из основных средств поражения, которые используются в этих боях, это авиация, и насколько можно судить, это примерно те же самые силы, которые задействованы в боях на территории Украины. Это 11-я армия ВВС ПВО, и мы видим десятки, если не сотни, ударов фугасными авиабомбами с комплексами коррекции планирования у МПК. Если месяц назад те же самые самолеты использовали эти бомбы под Авдеевкой, то сейчас им приходится использовать их в этих самых приграничных боях, в том числе по селам в Харьковской и Сумской области Украины, где накапливаются, собственно, эти самые резервы главного управления разведки Украины. Поэтому, с одной стороны, в целом, если ставилась цель отвлечь какие-то еще соединения российской армии на эти бои, то эта цель скорее не достигнута, мы не видим никакой переброски войск из-за действования сил, которые не были размещены в этом районе ранее. С другой стороны, в моменте российскому командованию приходится использовать дефицитные ресурсы, в том числе авиацию, и, как мы уже сказали, ПВО, для обороны приграничных районов. Как-то аккуратен все-таки. Давай я тебя прямо спрошу, имеет, на твой взгляд, смысл проводить такие операции с точки зрения украинского военного командования или нет, если мы говорим о сугубо военном смысле. Ну, давай я прямо отвечу. Мне кажется, что смысла нет. Мне кажется, это трата ресурсов с неочевидным результатом, скажем так, мягко. Нужно будет неочевидный результат разобрать. Ты про это говорил, и, кажется, я повторяюсь, но у меня схожее ощущение, что там политически есть соображения и такого психологического эффекта, попытка воздействовать на противника и на общество противоположное, воюющее с твоей страной страны. Но сперва давай еще про обстрелы Белгорода поговорим. На твой взгляд, какой-то смысл это имеет? Потому что такое нехорошее чувство, когда слушаешь украинских спикеров, такое же, как, в общем, от заявлений российских. В начале и в продолжении этой большой военной кампании, которая с 2022 года началась, повторяются одни и те же вещи. Ударили по Белгороду, что под Новый год, что вот недавно. Мы не бьем по мирным целям, мы ударяем только по стратегическим или там военным объектам. Или да мы вообще не бьем по мирным целям, это ваше ПВО так сработало. Вот прям зеркально, как будто издеваются друг над другом, но это такое нехорошее впечатление производит. Равно как, кстати, с рейдами этого РДК заходит в какое-нибудь село, делают там фотографии, что вот тогда, что сейчас, и заявляют об освобождении села Теткино. Но потом из этого освобожденного села уходит. Тоже странно, что не говорят про жесты доброй воли. В общем, обстрелы Белгорода, например, какой-то смысл имеют? Или Грайвару, или Шебекина? Ну смотри, для этих обстрелов используется вооружение, которое нельзя назвать высокоточным. Эти обстрелы, скорее подходят под определение неизбирательное. То есть это системы залпового огня без высокоточных боеприпасов. Российская команда не утверждает, что используется РСЗО чешского производства Vampire. К ним, скорее всего, сербские ракеты, которые отличаются от обычных ракет установки залпового огня ГРАД. Собственно, Vampire является развитием этой темы. Вот эти сербские ракеты, они имеют большую дальность. То есть с их помощью можно с территории Украины обстреливать, в том числе Белгород, который находится в 40 километрах от границы. Наносить удары с помощью таких комплексов, таких ракет можно по, что называется, площадным целям. В военном описании это будут неукрытая живая сила, небронированная и легко бронированная техника. В этом смысле военного смысла в этих ударах нет. Если ты говоришь про то, что это психологическая операция, которая производит плохое впечатление, но мы не являемся с тобой целевой аудиторией. Думаю, что для значительной части украинского общества важно, чтобы Украина могла ответить на российские удары своими собственными ударами. Есть важный аспект про то, что Россия наносит удары начиная с 24 февраля 2022 года. Значительная часть этих ударов тоже можно назвать неизбирательными. Используются в том числе ракеты с намного более мощными боеголовками, которые не предназначены для точечных ударов по каким-то целям на суше, то есть в том числе противокорабельные ракеты, которыми затруднительно ударить по какой-то точечной цели. Они используются при этом в городах. Мы это тоже достоверно знаем. Как я уже сказал, больше всего это похоже на войну городов в Ирано-Аргарской войне. Там тоже использовались баллистические ракеты, которые нельзя отнести к высокоточному оружию. Конечно, психологическая составляющая здесь важна. И думаю, что если спросить прямо руководство того же Главного управления разведки Украины, зачем они это делают, ответ будет таков, что да, око за око, да, удары России не должны оставаться безнаказанными. И это единственный способ с точки зрения организаторов всех этих операций, единственный способ Россию остановить. Мы видим, что остановить с помощью таких ударов Россию невозможно. Просто это ведет к идентификации взаимных ударов, к большему ожесточению и так далее. Но такова логика этой войны. У Украины есть большая проблема. Запад поставляет большое количество, по-прежнему, несмотря на все задержки поставок, поставляет большое количество высокоточных боеприпасов. В этом неожиданном американском пакете помощи, в том числе были ракеты для РСЗО «Хаймарс». Этими ракетами можно наносить удары по военным целям, высокоточные удары. Но по условиям поставок все эти средства поражения высокоточные нельзя использовать на общепризнанной территории России. Именно поэтому Украина строит эту гигантскую программу производства дальнобойных дронов, которых обещают десятки тысяч. И да, именно поэтому в этих приграничных обстрелах используется неизбирательное оружие, не высокоточное. Мы, в общем, вокруг этой темы ходили. Ты произносил несколько тезисов, касающихся вот этого эффекта, который может производить подобного рода тактика. Но я бы так сказал, что воздействие на командование и на политическое руководство России явно минимальное. И если вы действуете по принципу око за око, у Владимира Путина в другом месте находится глаз, и этот глаз хорошо защищен. Не знаю, какая тут может быть метафора, бронированным каким-нибудь стеклом. Он в каске. Явно смысл был, наверное, в интенсификации такого рода действий и на земле, и в небе, в том, чтобы под выборы показать чего-то кому-то. Только я не знаю, как там в Украине рассуждают, но, повторюсь, мне кажется, что политическому руководству России более-менее наплевать. И более того, россиянам, обществу, по большей части, произношу это без провада и без осуждения, в изрядной степени наплевать на Белгород, Грайворон, село Теткино, или там, Шебекина. Ну, то есть, если размышлять о каком-то эффекте, наверное, это в первую очередь сделано для людей в Украине, для украинского общества, чтобы показать, они бьют по Киеву, по Одессе, по любым другим городам Украины, особенно восточной, а мы можем бить и по их городам. Не уверен, что это имеет какой-то грандиозный эффект в том же украинском обществе, но если искать мотивации, кажется, разумно и выглядит только это, у тебя такое же впечатление. Ну, я думаю, что российское общество тоже является целевой аудиторией этих психологических операций. Есть большая научная дискуссия по поводу того, являются ли, что называется, стратегические бомбардировки, этот термин появился еще в середине 20 века. Этим эмфемизмом назывались бомбардировки невоенных, в том числе, целей на территории противника, в том числе то, что мы называем ковровыми бомбардировками городов. Есть большая научная дискуссия по поводу того, работает ли это на подавление воли к сопротивлению населения противника. Или договаривай на его мобилизацию. Но в России, кажется, мы не наблюдаем ни того, ни другого. Можно с уверенностью сказать, что это не работает в случае, если эти удары недостаточно, скажем так, интенсивны. Если не уничтожается экономический потенциал противника, а мы видим, что ни Россия, ни тем более Украина серьезно навредить экономическому потенциалу противника не может такими ударами. Россия пыталась, но тоже не до конца это сработало. Речь идет про удары зимы 22-23 года по энергетической инфраструктуре Украины. Полностью разрушить его не удалось, и она была в целом восстановлена довольно быстро. Если говорить про воздействие на моральное состояние противника, то недостаточно интенсивные удары, скорее всего, не могут подавить волю к сопротивлению. Мало того, наблюдается противоположный эффект. Вызывает желание отомстить, способствует мобилизации ресурсов и так далее. Но, правда, дискуссия продолжается, если военно-психологический смысл в таких ударах. Можно не вспоминать Вторую мировую и Германию, можно вспомнить, собственно, на прошлогоднюю Украину и поговорку, когда были отключения электричества из-за ударов по энергоинфраструктуре, даже в темноте мы видим, какие вы уроды. То есть, собственно, на мобилизацию работало. Да, ну, в общем, наверное, можно констатировать, что если российское общество является целевой аудиторией этих операций, то вряд ли эта цель будет достигнута. Ну и наоборот. Точно так же вряд ли российские удары смогут подавить волю к сопротивлению украинского общества. Думаю, что это даже не очень много добавляет к той самой усталости от войны, которую испытывают по обе стороны границы. В общем, довольно тяжело восстановить логику командования Украины, командования главного управления разведки. Думаю, что целью является воздействие на общественное мнение внутри Украины и в России. Кажется, по крайней мере, что если оценивать соотношение задействованных ресурсов и произведенного эффекта, в данном случае тоже никакого успеха не наблюдается. Последний вопрос, пусть будет итоговым, но может быть тут расчет на то, что все-таки, например, российское командование получает такие сравнительно неожиданные удары, будет истощаться в управленческом смысле, не будут успевать реагировать на эту угрозу или нет этот аргумент, при том, что он и так довольно натуженно и точно не работает, поскольку это уже не нечто неожиданное для российского командования? Я бы сказал, что единственная возможная позитивная цель для командования вооруженных сил Украины в проведении таких операций это даже не сковывание сил России, как мы уже с тобой обсудили, не самые большие силы скованы, и пока эти атаки не смогли заставить российское командование перебросить резервы на границу. Позитивным итогом было бы расширение операций на границе со стороны России, если бы российское командование приняло на самом деле решение создать то, что Путин называет санитарным кордоном, то есть перенести операцию на территорию приграничных областей Украины в Харьковской области и в Сумской области и далее везде, в этом смысле это был бы позитивный итог. Просто потому, что Россия сейчас является страной, которая имеет инициативу, пытается вести наступательные операции, которые требуют концентрации сил. В случае, если произойдет удлинение фронта на несколько сотен километров, Россия будет тяжелее концентрировать эти силы. Для того, чтобы, как Путин это называется, создать санитарный кордон, потребуются войска силой не десятки тысяч, а сотни тысяч человек. Этих ресурсов у России нет. Если Украине удастся спровоцировать Россию на такие операции, это будет позитивным итогом. Но что-то мне подсказывает, что вряд ли, несмотря на всю риторику Путина про санитарные кордоны и так далее, вряд ли Россия даст себя спровоцировать. Здорово, что ты про санитарный кордон сказал, потому что это, очевидно, была такая политическая реакция Владимира Путина на как раз обстрелы Белгорода и Белгородской области, ну и Курской, да, безусловно, не будем забывать. Но я, честно говоря, не понял. То есть я перечитал, когда он это произнес в распечатке, я все усилился понять, ну то есть в его логике территории Донецкой и Луганской области, они же тоже как бы российские, где этот самый кордон хотя бы начинается, учитывая, что Донецкая и Луганские области в их административных границах не контролируются Российской Федерацией целиком. Так что спасибо, что и про это упоминал. Ну, кажется, отдельной ясностью и откровенностью все сформулировал. Все эти формулировки, там вечная есть проблема у российских чиновников, что они забывают про то, что они Донецкую, Луганскую область и Запорожскую, и Херсонскую считают своими, периодически они проговариваются, и получается, что Белгородская и Курская область намного больше своя, чем то, что они захватили в Украине. При этом хочется еще раз сказать, то, что сейчас сил для того, чтобы начать наступление на Харьков, Сумы и так далее, у России нет. Появятся ли эти силы в ближайшие месяцы, это крайне сомнительно. Россия уже пыталась создать и удержать этот самый путинский санитарный кордон. Для этого на глубину в несколько десятков километров была оккупирована Харьковская область. Сейчас мы знаем, что бои на территории Харьковской области продолжаются, под Купинском, но вот до осени 2022 года на глубину в несколько десятков километров была оккупирована вся Харьковская область, и эти войска были выведены после поражения России под Балаклеем, Изюмом и Купинском. Там шли тяжелые бои, и силы, которые были задействованы Россией для этой оккупации, при этом этим войскам не ставились никакие далеко идущие цели, вот они пытались удержать этот кусок земли у границы, но при этом тратили на это очень большие силы. Практически все силы западного военного округа российского были задействованы в этих операциях. Вряд ли российский генштаб захочет это повторить, даже при том, что политическое руководство очевидно не очень доволено тем, что боевые действия периодически переносятся на территорию России. — Ясно, очень ясно. Спасибо тебе. Как всегда, был рад. — Спасибо тебе. — Это был журналист, редактор «Медузы» и военный эксперт Дмитрий Кузнец. У нас есть адрес подкаст собакамедузы.io, куда многие из вас пишут, когда хотят высказать свою симпатию нам одобрение или наоборот поставить что-то на вид. Скажем, после недавнего выпуска о сопротивлении в Крыму почти в одно время пришли два письма, в одном из которых меня слушатель упрекал в том, что вы перешли границу становления украинской пропаганды, такая была формулировка, а другой слушатель одновременно, повторюсь, написал, что напротив какой-то, дескать, у вас запутинский дискурс и точная формулировка «Что вы несете? Как у вас язык повернулся?» Ну, не скрою, меня радует, что такие бывают показательно-полярные оценки тоже. Но вот какое послание хотелось бы прочесть сегодня. То, что написал слушатель по имени Алексей и оно не про Крым. Это письмо о деньгах. «Медуза», то есть этот подкаст и Дмитрий Кузнец в частности, финансируется за счет слушателей и читателей благодаря вашим пожертвованиям, то бишь. И есть понятное ограничение. Только те люди могут нам помогать, кто находится вне Российской Федерации, поскольку российские власти за сотрудничество с нами могут и жизнь испортить, а пожертвования нам российская власть при желании воспримет, как сотрудничество с нежелательной организацией. Так вот, Алексей по этому поводу написал про донаты. «Вы говорите, мол, поговорите с иностранными друзьями, вдруг захотят поддержать, но, возможно, еще такая схема неверняк 100%, но вдруг хоть что-то прибавит. Вот, допустим, у меня есть заграничная карта, я с нее засылаю, а локальный россиянин не может, но хотел бы, если он переведет мне на внутренний счет, так я оттуда буду коммуналку платить, а сам отправлять вам с внешнего». Понятно, что глобально эта схема упрется в вопрос доверия, утечек и провокации, но каждый отдельный слушатель может сам найти лично знакомого, подходящего товарища без выноса обсуждения в паблик, главное, идею донести. Думаю, дорогой наш слушатель, Алексей, такое возможно. Ну да, вы сами про это и написали, только очень частным порядком это возможно, между людьми, которые крайне друг другу доверяют. С нашей стороны призывать к чему-то такому было бы совершенно безответственно, а тем более это организовывать, вы же понимаете, мы можем кого-то подставить и не хотим такого точно. И вроде бы, да, призываем так поступать, но давайте проговорю четче. Если вы, дорогой слушатель в Российской Федерации и хотите поддержать наше издание, можете попросить своего друга, знакомого, родственника и с безопасной стороны поддержать Медузу вместо вас. Почему бы и не с возмещением с оплатой на карточку в рублях, такое тоже вполне возможно, никто не запрещает. У многих уехавших остаются счета в рублях, есть потребность в рублевых тратах. Традиционные, не тускнеющие, спасибо всем, кто уже финансирует работы Медузы, а те, кто еще не решился, присоединяйтесь, только вас и ждем. Вы слушали подкаст, что случилось, о новостях, которые долго остаются важными. Всего доброго, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok